Несмотря на режим самоизоляции, жители микрорайона сегодня вышли на улицу, потому что находиться в своих квартирах они не могут. Ольга написала в социальных сетях. Люди задыхаются от странного запаха. Я предполагать не могу, но сам запах, он такой специфический, и, наверное, это запах такой гниющих отходов. Окна я открыть не могу, по причине того, что запах стоит в последние три дня, я окна практически не открываю. А как в такой жару? А жара дома действительно. У многих нет ни кондиционеров, ни каких-то приспособлений, чтобы освежить воздух. Спасаемся только просто водой. Водой умылся душ. Амичи считают, что источник запаха – Кировский полигон. Год назад жители записали видеообращение к президенту. Мы находимся, мы живем рядом с свалкой твердобытовых отходов, которая была закрыта в 2015 году по решению суда. Но, однако, на сегодняшний день она действует. Периодически, ну, где-то примерно 3-4 раза в неделю сжигается мусор. А запах вот этих пищевых отходов у нас он постоянно, к сожалению, не передается на эфир. В городе сейчас жарко. И, по словам жильцов, на самоизоляции приходится сидеть с закрытыми окнами. Пожилые возрасты сидите дома. Открыть форточки нельзя. Периодичность вот это жгут. Но сказать, что каждый день я не так воспитанно врать не буду. Бывает иногда 5-7 дней нету. Но вот здесь было три дня подряд. Вот эту ночь мы дышали. Светлана попробовала проветрить квартиру. Но эта идея оказалась неудачной. Открыли окно, душ на доме. А запах такой. Я думала, что-то отравляет там. Ну, вот сейчас это коронавирус отравляет. А когда я его закрыла, это воздух было в доме, в туалете и в кухне. Просто невыносимо было, честное слово. Сегодня по периметру свалки появился ров. Мы обратились за комментарием к региональному оператору, который сейчас отвечает за эту территорию. По словам директора, полигон приводит в порядок. На текущий момент в Кировском округе города Омска работает мусор-срочный комплекс. В штатном режиме все сотрудники обучены, квалифицированы. Кроме того, работает техника по обслуживанию площадок временного накопления. Все санитарные, нормы, нормы, экологические, классные, статистические федерации санитарные полностью. Заместитель министра природных ресурсов рассказывает, что Кировская свалка подлежит рекультивации. Такой процесс проходит в два этапа. Специалисты должны исследовать влияние мусора, установить защиту и оборудование. А затем восстановить землю, посадить деревья, растения и травы. Сейчас отборы проводятся для разработки проектно-сметной документации по их рекультивации. Главная задача текущего момента – исключить, прежде всего, горение. Она находится, и вообще этот земельный участок сегодня в аренде у регионального оператора, который в соответствующие меры принимает. Наша совместная задача сейчас – такое горение исключить, которое и вредно, и опасно, и страдают жители. Провести рекультивацию планируют до 2023 года, а жителям ближайших микрорайонов остается только ждать. Ирина Сорокина и Юрий Дорошенко. Антенна 7.